Кладоискательство занятия В конце февраля 1893 года На берегу Днепровского лимана Крестьянин села Рыбальчи Ныне это Галопристанский район Алексей Рыхва Нашел аптечную бутылку С плотно закупоренной пробкой В ней оказалась записка Такого содержания Я раб Божий Михаил Прежде чем отойти в царство вечности Желаю все мое состояние Передать тебе нашедшему Пойди в Херсон На углу улицы Воронцовской и Эдерлевской Против дома Левина Стоит фонарь С правой стороны фонаря Если идти с берега Зарыты мною 8 тысяч рублей серебром Возьми их и владей ими И помолись за душу раба Божьего Михаила Законопослушный крестьянин заявил о своей находке Херсонскому губернатору Тот поверил И даже распорядился переставить фонарь На противоположный угол улицы Но клад так и не был найден Завещание оказалось просто шуткой Часто поводом для поиска клада Были местные легенды Близи села Фалеевка Сегодня это село Садово-Белозерского района Над Ингульцом есть две пещеры Народная фантазия Зарыла в одну из них колоссальный клад Якобы оставленный запорожцами 40 мер одного жемчугу А золото и серебра Несметная сила Раскопки, произведенные кладоискателями В сентябре 1895 года Успехом не увенчались Хованки, золото и серебра Сделанные запорожскими казаками Это одна из основных версий Существования кладов в наших местах На Потемкинском острове Есть закрытое со всех сторон Зарослями камыша Казацкое городище В нем сохранились остатки Каменных кирпичных построек На этом месте были обнаружены Толстые черепки от кувшинов Из красной глины И человеческие кости По преданию здесь обитала Шайка запорожцев Которая грабила проходившие Турецкие суда В одну из пасхальных ночей Пьяные запорожцы Все были зарезаны турками Которых привел изменник Походивший в Херсоне легенде Тех лет в городище запорожцы Зарыли награбленные драгоценности Неоднократно люди производили раскопки Но безрезультатно Херсонец Евсей Моисеевич Бондаренко Которому в 1902 году Исполнилось 110 лет Утверждал, что в старых резнях В известном ему месте Зарыто запорожцами Несметная сила грошей С его слов целый бочонок Уже кто-то там вырыл Часто шутники над кладоискателями Работали под клады запорожцев Однажды это сделали иностранцы А дело было так В колонии Старошведская Сегодня это село Змеевка Береславского района На берегу Днепра В 1898 году Поселенцы Фридрих Шпехт И Лоуренс Таубергер Обнаружили вход в пещеру Пройдя по ней 29 сажень Они остановились перед тупиковой стеной На которой было начертано Здесь непременно зарыты 4 миллиона турецких лир Копать в бок на этом месте Писал запорожец-казак Это открытие сполошило всю колонию Простодушные поселяне Собрались уже копать в бок Но предварительно обратились За разрешением к губернатору Последний дал распоряжение полиции Произвести дознание Оказалось, что пещеру В 1895 году Вырыл посельчане Петр Альберт С другими односельцами Они же нацарапали на стене И надпись Всякое случается Но иногда случается и такое В марте 1896 года В пяти километрах от Херсона Кладоискатели разрыли курган В котором рядом со скелетом Обнаружили золотое ожерелье Древнегреческой работы Три золотых перстня Кольцо, свернутое из золотой проволоки И подвеску в виде полумесяца Украшенные треугольниками Из маленьких золотых шариков Но самой ценной находкой Оказалась бронзовая статуэтка Богиня Кибелы Фригийская богиня Почитавшаяся в Малой Азии Греции И всей Римской империи По сей день Эта статуэтка экспонируется В Эрмитаже Оценить ее в денежном эквиваленте Сегодня затруднительно Как и сто лет назад Но такие случаи Когда клад искали в определенном месте И не находили искомое Чуть ли не единственны А как объяснить десятки случаев Когда не находили ничего Ведь копали не на обум А по описям По рассказам старых людей Суеверные кладоискатели Объясняли это различными причинами То срок клада не вышел То копано было Без надлежащих предосторожностей То нечистая сила Поглумилась над человеком Превратив золото В глиняные черепки Такие сказки Нужны были Прежде всего самим кладоискателям Чтобы хоть как-то Опродать свои неудачи При всем при том Клады все-таки находились А где же их зарывали? А там, где никто И не подозревал О их существовании Причем все они были найдены Теми, кто их не искал Случалось это в основном При земляных работах Обработки огорода Ломки камня Бывало их вымывало водой Или они сами вываливались В Херсонской губернии Было обнаружено более 40 кладов Их обнаружили в таких населенных пунктах Херсонского уезда Как нынешняя Антоновка В 1893 году Село Владимировка В 1895 Село Дудчино В 1895 Хутор Михайловский Который сегодня не существует В 1870 году Село Понятовка В 1824 И в самом Херсоне В 1901 году Сумма каждого найденного клада Была солидной По тем временам И колебалась В пределах 400 тысяч рублей Но таких кладов Как котел с золотом Бочонки с золотом Телеги с золотом Полные погреба А ямы золота Никто и никогда Не находил Последующие вихри истории Раскулачивания Репрессии Война Принудительное выселение Похоронили не одну сотню Золотых схованок Сколько их было найдено При расчистке руин Восстановлении Жилищного фонда Херсона Не знал даже НКВД Или КГБ На протяжении всего Существования Советской власти Золотишко ходило На черном рынке В начале 1960-х годов За царскую пятерку Давали 100 рублей Любой клад Это по сути Чья-то тайна И становится она явью Почти всегда случайно Именно так произошло 30 марта 90-го года В районе порта В городе Херсонии По улице Петренко 22 Этот одноэтажный дом Был снесен Осталось только Выровнять площадку Бульдозер Бульдозер прошел Несколько метров Как вдруг Из-под его ножа Брызнул фонтан Сверкающих в лучах солнца Золотых монет Ошалевший от увиденного Рабочий Вызвал милицию Работники охраны Правопорядка Только с поверхности земли Собрали полведра Золотых монет Чеканки 1898-1999 годов Вскоре был обнаружен Оцинкованный рундучок В котором хранился клад А также обрывки газет Правда от 17 апреля Висти Водный транспорт От 24 апреля 1935 года В котором были упакованы монеты В ценах на золото Сегодняшнего дня Клад тянет на 200 тысяч долларов В начале 1970 года В здании обл.потребсоюза На улице 9 января 30 В бывшем доме братьев Каминских Меняли кровлю Под стропилами крыши Рабочие нашли клад Ассигнаций От Екатеринок До Петлюровских День знаков Один из последних Отголосков нахождения Кладов приходится На 2002 год Его тоже не искали На углу улиц 9 января и 21 января В пивном баре Который был расположен В подвале старинного дома При строительных работах Были обнаружены Золотой империал В 15 рублей Разбитые черепки Глиняного сосуда И станковая часть Пулемета Максим Не надо быть Шерлоком Холмсом Чтобы определить Клад состоял Из кувшина Наполненного Золотыми монетами И пулемета Судя по всему Клад нашли давно Кувшин был разбит Но одна из монет Закатилась случайно А сам пулемет Легче и безопасней Транспортировать Безмассивные опоры С колеса Сегодня прогнозировать Наличие кладов Херсонии и области Невозможно Но с полной уверенностью Можно сказать Они есть И ждут своего времени Чтобы засветиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok